С конца февраля 2014 года в Севастополь жители России огромными фурами отправляли так называемую гуманитарную помощь. Разного рода оборудование, лекарства, еду, принадлежности гигиены, деньги, одежду и многое другое. Дескать, она была необходима для поддержания жизни города в сложный период. Самопровозглашенные власти груз принимали, благодарили и просили отправлять еще. Однако спустя полтора года обнаружилось. Нуждающиеся гуманитарку не видели. Да и сама она буквально растворилась в воздухе. Ни в одном из 14 протоколов с 24 марта 2014 года по 26 августа включительно деньги не распределялись. Хворостом на комиссию и в том числе по электронной почте сведения по деньгам не заявлялись. За несколько дней до так называемого референдума в городе вдруг появились сразу две комиссии по распределению гуманитарки. Одной руководил Виталий Хворост, входящий в команду Чалова, а другой – Дмитрий Белик, бывший депутат городского совета. Приходит Хворост и говорит, господа, распределите 10 пачек сигарет. Но эта комиссия не знала 10 пачек, 10 паков или 10 вагонов. И вообще, только ли одни сигареты. Общественники Севастополя намерены разобраться с тем, куда же ушла гуманитарная помощь и деньги. Говорят, если понадобится, будут писать жалобы и ходатайства высшестоящей инстанции.